Сегодня 23 сентября. Как всегда, по четвергам. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Я с интересом рассматриваю фотографии четвёртой исторической реконструкции, словно смотрю настоящее кино. Смешались куча кони, люди. А ведь это наши современники устраивают яркие театрализованные представления со сценами военных сражений Первой мировой войны или Великой Отечественной войны. Все они участники военно-исторических клубов из разных городов Ульяновской области. Они не артисты, хотя во время представлений, безусловно, от них требуются артистические данные. Они любители и настоящие ценители военной истории. Отдельный разговор о военной экипировке солдат и офицеров и наличии военного оружия. Здесь участники военно-исторических клубов добиваются мельчайших деталей и подробностей, чтобы всё было так, как тогда, 80 или 100 лет назад. В этом величайший смысл военной реконструкции. Четвёртая такая реконструкция была проведена под Новоульяновском на территории конно-спортивного клуба «Престиж» в посёлке Липке. Мероприятие было проведено в рамках регионального фестиваля «Колесницы истории». Инициатором этого фестиваля выступает областная молодёжная общественная организация «Вектор» при поддержке регионального правительства, Российского военно-исторического общества и Ульяновского педагогического университета. Четвёртую реконструкцию провели по сценарию «Не шагу назад», о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Участники показали, как силён и беспощаден был враг, каким трудом доставалась победа нашим дедам и прадедам от первых дней войны до Великой Победы. О региональном фестивале «Колесницы истории» мы вам уже рассказывали. Как подробно рассказываем и про активных участников фестиваля. Про сами военно-исторические клубы. Последний раз говорили с руководителем клуба «Сармат» из Ульяновска. Сегодня представим ещё один военно-исторический клуб. Это «Волжский рубеж». Будем слушать его руководителя Александра Кошапова. «Для нас самая первая очередная задача – это сохранение памяти о бойцах Великой Отечественной войны красноармейцев. Хотя мы и реконструируем и вермахт, здесь никакой политики нету. Вот хотя есть и такие люди, мы занимаемся реконструкцией, то есть воссозданием материальной и духовной культуры какого-то региона или периода. Мы вот именно занимаемся Великой Отечественной войной, создаём быт, униформу, выезжаем на мероприятия, на фестивали, на реконструкторские мероприятия. Также хотим Первой мировой заняться и гражданской войной. Вот собираем комплекты. В этом заключается наша работа. Также проводим всевозможные выставки для детей в школах, но это через Центр Атриотического воспитания, где я работаю». «Почему такое название – «Волжский рубеж»?» «Потому что мы на Волге, мы всё-таки волжане, ульяновцы. Волжских рубежей много, есть и город Ярославль, но мы вот добавили город Ульяновск, чтобы не путаться. Это рубеж – это вот самая последняя оборона была для бойцов Великой Отечественной войны. То есть за Волгой для нас земли нет, вот так вот, как говорили, когда Сталинград. «Вы воссоздаёте быт, униформу времён Великой Отечественной войны. Что вам удалось воссоздать? Что вы, шили?» «Нет, сами мы не шьём. Кое-что бывает, сами делаем по коже, там обращаемся. Но в основном сейчас эпоха интернета – это раньше, около 10 лет назад, когда у нас только в Ульяновской области вот это всё зарождалось, всё сами делали. Сейчас это всё доступно, хотя иногда цены кусаются. У нас, ну, не в уставе прописано, а так вот мы решили для себя, что должен быть минимальный набор. То, что должен реконструктор иметь – это гимнастёрка, шаровары, сапоги, пилотка, ну и так далее. Всё снаряжение, вся амуниция – это поясной ремень, бручной ремень. Также вещевой мешок, туда входит котелок. Мы стараемся вот… Ну, для меня это интересно, по крайней мере. Кто-то это не делает, потому что это не видно. Нет, реконструктор, вот он как раз всё в мелочах, потому что видно, что если немножко не соответствует, это получается как фальшь. Сразу видно, но не по-настоящему. Вот котелок, мыло там, зубные щётки тоже. До нашего времени это, естественно, ничего не дошло. Так как ветераны наши, дедушки, прадедушки уже у кого-то. Вот мой дед, он пришёл, он 7 лет был. Он с 36-го года был в армии, потом началась война, и он только в 46-м году пришёл домой к себе в деревню. И он донашивал то, что на нём было. У него не было гражданской одежды. И всё это в 40-е, 50-е годы нашими ветеранами донашивалось. Вот сейчас очень тяжело найти, хотя до 69-го года форма была образца 43-го года. А про деда расскажите. В год Великой Отечественной войны где он был, где сражался? У меня было два деда, сражались также их братья. И братья моей бабушки, первый дед Ильин Алексей Константинович на Ленинградском фронте сражался в железнодорожном восстановительном батальоне. Когда я занялся реконструкцией около двух лет назад, я вообще практически ничего о деде не знал. Вот так это меня подстегнуло. Я очень-очень много нашёл про него информации. Он вообще не любил рассказывать. Вот тут по-настоящему прошёл вот это всё горнило войны. Они не любили всё это вспоминать и переживать заново все вот эти ужасы страшные. Вот он рассказывал, что в основном в лесу боевые действия ввелись. Там Волховский фронт, знаменитый предатель Власов, который бросил армию вторую ударную. Ленинградский фронт. Нельзя было разводить огонь, чтобы себя не демискировать под немецкой артиллерией или авиацией в первую очередь. Вот они постоянно сухометку всё ели. И у него потом развелась язва. Он её лечил. Закончил войну ефрейтором. Очень много было наград у него. Вот воин, железнодорожник был. Провозил грузы, боеприпасы. В осаждённый Ленинград и обратно. Другой дед был танкистом. На Западном фронте воевал. У них у всех младшие братья, старшие братья погибли или без вести пропали. Вот как они чудом уцелели. Я удивляюсь просто, каким везением. Но они всё-таки уже взрослые были на тот момент. По 26, по 30 лет они уже что-то в голове было и военную подготовку не прошли. Вот я с этим связываю. А что значит создать быт? Ну вот, например, нас пригласил дом Ленина, музей, сделать небольшой выступ. Мы тоже с реконструктором. Его зовут Ренат. Вот он взял самовар на углях. Мы там сделали такой небольшой походный быт. Взяли конфет. Сало нарезали, с котелков ели. То, что настоящий реконструктор, он вживается на каких-то фестивалях. Ну, по-настоящему. Не всегда это, конечно, удаётся. Вот, естся с котелка аутентичными приборами. Может быть копия, может кто-то настоящий. Но многие реконструкторы, они не берут оригиналы. Есть и фляги оригиналов. Потому что, если потеряешь или ещё что-то, то очень будет обидно. Это дорого стоит. В основном копии берут. Вот, и сделали такой небольшой интерактив. Ну, то есть, получается, прям была живая сцена, да? То есть вы сидели, ели, пили чай. Да, называют это живой историей. Ты переносишься туда. Вот, например, ребята из Самары, они когда приезжают на фестиваль, реконструируют вражескую сторону, как говорят реконструкторы, тёмные. Вот им интересно. В основном, почему-то молодёжи, интересно, противоположная сторона. Вот они, полевые дивизии Люфтваффе, реконструируют. Они приезжают, делают землянку себе. Потом сверху плащ-палаткой накрывают всё, вырывают. И живут вот в таких условиях, в которых жили солдаты вермахта или Люфтваффе, или Красной армии. Какую битву из времён Великой Отечественной войны вы воссоздаёте? Мы сами битву не воссоздаём. Например, у нас проводится каждый год бессмертный подвиг, фестиваль. Вот он посвящён Александру Матвеевичу Матросу, Герою Советского Союза. Это бои были под Ленинградом, когда он в феврале, к сожалению, погиб. По снятии блокады Ленинграда у нас каждый год. Ну, в каждом регионе у них свой герой есть. Вот они это и реконструируют. В Волгограде, понятно, Сталинградская битва. Вот мы, кстати, недавно туда ездили. Вот сейчас занимаемся вместе с Клубом Единства, Центром подготовки МВД. Небольшой фильм снимаем. Вы воссоздаёте и быт, и униформу времён Великой Отечественной войны, погружаясь в эту атмосферу. Что-то вы такое уловили и поняли про подвиг солдата. И вот чем искренне восхищаетесь и думаете, я бы так не смог, как вот наши деды. Был такой момент, это самая первая моя реконструкция в 2019 году. В Ивановке, в детском доме, было очень много снега, метель была. И я вот пробежал метров 30 до немецких окопов, я уже ничего не мог делать. А эти люди воевали и бежали, и стреляли, и защищали родину, недоедали, полуголодные, защитили от самой мощной армии в мире, на которой был в это время вермахт. А потом наша армия стала. Учились мы у них воевать всё-таки. И победили, сокрушили самую сильную армию и врага такого достойного. Какие планы у вас вот на осень? У нас три раза переносился наш фестиваль, который проводится в Ульяновской области, реконструкторский, к подвигу Александра Матвеевича Матросова. Вот, возможно, он в конце, ну, да, сейчас выбирается. Дело в том, что из-за пандемии его отменяли три раза. Может, получится. Он так у нас традиционно проходит в конце февраля, в 20-е число. Возможно, его проведем нашими силами. Регионального отделения реконструкторов России, все наши ульяновские клубы входят туда, и в Ульяновской области. Мы ещё реконструируем гражданскую войну. Через неделю будут бои в Соколке. Это республика Татарстан, возможно, туда поедем. Ну, и нужно доснять, конечно, фильм. Он у нас очень масштабно получился. Вот ключевые сцены уже у нас. Сначала по сценарию август был, потом сентябрь. Сейчас уже холодает. Вот нам надо быстрее-быстрее фильм отснять. Вот вы принимаете участие в фестивале «Бессмертный подвиг». Подвиг Матросова. Что именно вы делаете? Подвиг красноармейцев или кто-то, такая вот у него даётся роль, немецкого захватчика тоже бывает. Вот показать, как это происходило. Ну, и вовлечь, конечно, это самое главное, воспитание подрастающего поколения, чтобы они смотрели, не забывали память сохранить. Вот самое главное, что. Потому что поколение сейчас современное мало интересуется войной, а мы как раз вот вышли из Великой Отечественной войны все. Потому что эта война была дна уничтожения. Они пришли нас уничтожать. Если бы не наши предки, мы бы сейчас не разговаривали. Александр Кашапов, руководитель Ульяновского военно-исторического клуба «Волжский рубеж», сегодня будет участником нашей вечерней передачи. Также в рубрике «Моя война, моя победа» вы услышите интервью и с другими руководителями ульяновских военно-исторических клубов «Сармат» и дружины «Витязь». Начало в 19.20. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. У микрофона Наталья Козина я продолжаю утреннюю передачу. Какая встреча у меня произошла на одной из осенних ярмарок по продаже сельхозпродуктов. Вижу вдалеке скопление людей. Детский восторженный виск. Подхожу ближе. А это небольшой вольер, внутри которого резвятся козлята. У калитки в вольер стоит деловой и серьезный мальчуган лет десяти. Знакомимся. Его зовут Платон Рассашанский. Платон по очереди пускает в вольер маленьких посетителей. Козлят можно гладить и даже сделать на память фото. На ярмарку Платон приехал с мамой и папой, родители, фермеры, сыровары, которые содержат коз и варят сыр. Вот так мы и познакомились с мамой Платона, с Галиной. Козья ферма называется «Девятая козочка». Галина расскажет, отчего такое название. Какие сыры перечислите? Как называются? Аритош. Это в честь наших детей Арины и Платона Тоша. Аритош копченый и слеза козочки. Делаем по типу итальянского сыра качкавала. Но поскольку это запатентованное название, мы используем российское, наше слеза козочки. Все сыры наши, местные, с козьего молока, за частотой которого мы следим особенно тщательно. Козы наши едят все только полезное, только проверенную еду. Находимся в Белой Рыбке, Чердоклинский район. В 20 километрах у нас в диаметре нет никакого производства. Поэтому за качество молока мы отвечаем. Это за крестовыми городищами, да? Это 12 километров от крестовых городищ. Поэтому за качество молока следим очень строго. И только из этого молока и своего делаем сыры. И что, сами пасете коз? Им же надо питаться, кормовая база нужна. У нас дети с 6 лет каждый пасет летом. Плюс есть помощники-работники, которые пасут во время, когда дети учатся в школе. А в весь летний период времени наши дети и пастухи, и дочь с 12 лет сама варит сыры. Она освоила всю сырную линейку, полностью может производить сама. Сколько ей лет? 17. Как зовут? Арина. Девятая козочка, это она. Ой, мне так хочется сказать, бедняжки, дети, вместо того, чтобы бегать, прыгать и отдыхать, вы их тут заставляете трудиться. Или я не права? Ну, зато за этих детей мне не страшно. Я точно знаю, что они в любой ситуации способны будут найти выход. И дети в городе, дети в деревне, это двое разных детей. Они там открытые, они там свободные, они там счастливые. А девятая козочка, это Арина, потому что на ферме была коза и семеро козлят. Их было всего 8, они разбегались. И я, когда ходила на выпас, я всегда их считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И четырехлетней нету Арины. Девятый, я прихожу с выпаса у меня, просто я готова оторвать что-нибудь кому-нибудь. Муж говорит, что такое, что случилось? Я говорю, это девятая козочка опять. Он говорит, хорошее название для фермы. Поэтому, как говорится, это все с нами вместе растет и развивается. И каждое название с историей, потому что как-то связано с нами. Так, как называется ферма? Девятая козочка. А, девятая. Девятая козочка, это наша 17-летняя на текущий момент дочь. Ой, мне хочется, чтобы и главная козочка, это вы, хозяйка этой семейной фермы, мама чудесных детей, представилась. Как вас зовут? Меня зовут Галина Рассашанская. Я не хозяйка, я жена хозяина, потому что мой основной бизнес, простите, но я юрист, международник, специалист по международному праву и лингвист-переводчик. Поэтому... Галина, вы там не прозябаете? Нет. В своей глуши и глухомании? Ну, мы живем и в городе, и в деревне, поэтому нам хватает жизни всего. Но там настоящая природа и жизнь. Галина, чем вы мне хотите угостить? Я хочу вам предложить копченый козий сыр Аритош. Он укутан композицией специй, которые специально подбирает фермер сам, и коптится на дубовой щепе в абсолютно натуральных условиях. Это сыр горячего копчения. Галина, кто все это делает? Сколько нужно времени, чтобы была готова вот такая головка сыра из козьего молока? Чтобы была готова слеза козочки, нужно полтора месяца, потому что этот сыр требует созревания и ухода. Сыр Аритош – это сыр молодой, он, в принципе, готов через сутки. Приятно, когда покупают, правда, Галина? Приятно, когда здоровье даем. То есть у меня вопрос, вот мы немножко, может быть, неправильные, но когда мой муж зимой на снегоходе вез товар, кричал, говорю, ну как ты на снегоходе, я не могу, у меня дети. У него 15 детей в городе, которые ждут его молоко и которых нельзя без него оставить. Поэтому приятно, когда нас ждут, потому что мы полезные. Да, а где вы реализуете? Это очень важно. Сейчас доставка до подъезда у нас происходит, потому что это самое оптимальное. Мы видим своего потребителя, если какие-то сложности, мы всегда помогаем. Ну, то есть проблем с реализацией нет. На самом деле, ведь это самая главная и большая проблема для сельхозпроизводителей, верно? Ну, сейчас мы проходим финальную стадию декларирования. Будем выходить уже в фермерские магазины. Надеюсь, что будем расширять свое присутствие в ресторанах, потому что многие рестораны уже оценили качество нашей продукции и берут для приготовления своих блюд наши сыры. Поэтому надеюсь, что и ульямские рестораны нас оценят, и со временем выйдем на Москву, Питер, и потребители этих городов тоже смогут попробовать качество настоящего натурального природного продукта. Как ни скажет мой муж, мы растим здоровье вместе. Поэтому мы стараемся делать все, чтобы продукция была максимально полезная. Первые потребители ее – это я и наши дети, но мои дети практически не болеют. Галина, опишите саму процедуру приготовления сыра, с чего все начинается. Вот для того, чтобы вот такую головку сыра сделать, она умещается на ладони, сколько там? Граммов 300, наверное, да? В этом сыре, да. Да. Вот еще сколько нужно литров молока козьего, и как это готовится? На одну головку никогда не делаем. На текущий момент мы ставим литров и 60 молока, и из него выходит порядка 9-10 головок. Козы 60 литров надоить, это же много надо. У нас 100 коз. Мы ведрами с дойки выносим. А у вас механизированные дойки? Нет, у нас ручная дойка пока только, она самая чистая. Мы купили автоматизированное греческое оборудование, которое будем монтировать, которое также дает возможность сохранить необходимую чистоту молока. Кто дует-то коз? У нас есть помощники, работники, которые работают. Но вся семья умеет, начиная от папы, понятно, да, и заканчивая 11-летним сыном. Дойку освоили все, и можем спокойно подоить стадо. Итак, подоили коз? Подоили, процедили, дали молоку постоять. Технологию отрабатывали долго. У вас специальные приспособления, да, и оборудование есть? Конечно, раньше это дело все в кастрюлях. Это было страшно, сейчас это уже более-менее все попроще, полегче и большими объемами. Поэтому делаем сыры, после этого они формуются, стоят и отправляются на сутки на засолку. И сыр готов. Это молодой сыр. Он действительно по типу индийского панира. Аритош прекрасен тем, что его можно пожарить, его можно сделать на мангале. Он не боится любой термической обработки, он не поплывет. Он просто приобретет прекрасный внешний коричневый вид натурального продукта. А вот слеза козочкина, это уже дольше, да, сыр созревает? Слеза козочки делается по технологии итальянского сыра качковала. То есть и по технологии он должен висеть. Я сама слезу козочки не варила ни разу, вот эту слезу козочки сварила дочь. Поэтому она говорит, ну реально слеза. Муж говорит, Саша сидит сейчас ночью и ревет, чего-то у нее не пошло. Я говорю, ну слеза козочки, господи. Козочка девятая плачет. Почему такое название? Наконец-то секрет открылся. Поэтому, ну освоила она эти сыры. Мне кажется, вот даже у папы так ловко они теперь не получаются. Лучше всех, как вытягивая дочь, делаем их только летом на большом объеме молока. Но им надо 30-40 дней при стабильной температуре плюс 4 градуса в холодильнике. У нас большой промышленный холодильник, сыры висят и созревают для того, чтобы приобрести натуральную природную корочку. Ну вот, Ариша у вас освоила сложнейшую технологию приготовления вот этого сыра, настоящего. А кем мечтает стать? Ей 17 лет. Неужели в сельхозакадемию не пойдет? Мы не хотим навязывать ей решение. Мы хотим, чтобы выбор она сделала осознанно. Она думает, но пока я все, что могу сказать своей дочери, это то, что это очень свободолюбивый человек, а подчиняться кому-то она не сможет. А о чем мечтает-то? О какой профессии? В 17 лет ребенок тяжело. Пока мечтает. Она очень разноплановая, она прекрасно рисует. Она придет на золотую медаль в одном из самых сильных лицеев города. Дети учатся в городе. Живут с сентября по май в городе, с июня по август деревня. То есть они у нас и городские, и деревенские жители прекрасно знают. А кто за ними тут присматривает? Ну в городе я живу. Мы с мужем живем как по графику. Когда приезжает на доставку, мы видимся. К сожалению или к счастью, нам всегда друг друга мало. Вот вы со своей работой справляетесь замечательно. Готовите и варите вкуснейшие натуральные сыры. А вам, как фермерам, нужна помощь со стороны от властей. И получали ли вы такую помощь? Мы получали помощь. Спасибо большое. Город нам предоставил грант на строительство семейной фермы и покупку оборудования. Поэтому в этой части мы поддержку получили. Единственное, что хотелось бы больше понимание федеральных властей, насколько это сложно заниматься сельским хозяйством. И что налоги, в том числе для каких-то сельхозпроизводителей, они должны быть немножко другие. И надо несколько проще делать в том числе цены по поставке электроэнергии, простите за мои бытовые нужды. Но не может ценник сельскому производителю стоить 7-8 рублей. Мы не будем никогда рентабельны с учетом того труда и сложности самого этого бизнеса. Ну, хотелось бы, чтобы хотя бы это понимание было. Потому что, когда я смотрю иностранный подход к сельскому хозяйству, он совершенно другой. То есть там фермеру платит государство за то, чтобы он работал и благодарит его за это. Потому что это действительно физический труд. Мы не сидим дома, мы постоянно в дороге, мы постоянно в труде, и труд тяжелый. К сожалению, у нас в стране в принципе нет славы труду сейчас и не просвещает людей, которые трудятся. А уж славы сельскому труду очень мало. Вы слушали интервью с молодым фермером, сыроваром Галиной Рассашанской из села Белорыбка Чердоклинского района. В эфире рубрика «Вкусно и полезно». Это совместный проект областного радио с региональным центром общественного здоровья. Слушайте врача по профилактике Елену Денисову, которая расскажет о том, какую задачу в нашем здоровье выполняет йод. Вкусно и полезно. В октябре 2021 года мы отмечаем Всемирный день йододефицитных заболеваний. Кого не спрощай о йоде, каждый ответит, что это проверенное временем и детскими разбитыми коленками дешевое дезинфицирующее средство. Но то, что йод нужно регулярно употреблять внутрь, помнят немногие. И уж совсем мало кому известно, что продукты, содержащие йод, жизненно необходимы в рационе ребенка, особенно для правильной работы щитовидной железы. Этот орган регулирует выработку практически всех гормонов, которые, собственно, и определяют в конечном итоге качество нашей жизни. Наши физические способности, эмоции, психическое состояние, поведение, привычки – все абсолютно подчинено гормональному фону, который напрямую зависит от деятельности щитовидной железы. Так вот, состав молекул двух жизненно важных гормонов, которые, среди прочих, вырабатывают щитовидные железа, входит йод. И если йод в организме не поступает, работа этих гормонов нарушается. Дисфункция гормонов приводит к нарушению работы самой щитовидной железы, что, в свою очередь, негативно влияет на выработку всех прочих гормонов. Таким образом, входит цепной реакции, мы получаем серьезнейшие и порой необратимые проблемы со здоровьем. Маленькому человеку йод необходим еще задолго до появления на свет. Интеллектуальное развитие будущего ребенка напрямую и очень тесно зависит от того, хватает ли йода в организме беременной женщины и его будущей мамы. Острая нехватка йода у беременных приводит к рождению детей с диагнозом кретинист. Диагностировать йододефицит можно с помощью простого анализа мочи, а регулировать его легко с помощью специальных витаминно-минеральных комплексов для беременных. Но йод жизненно необходим лучше не только в момент его формирования в утробе матери, но и после рождения, на этапе активного роста и развития. Важно не пропустить признаков ежедневной нехватки йода и снижению работы щитовидной железы, то есть гипотириоза. Внешне это может проявляться в виде появления слабости, повышенной утомляемости, неспособности сосредоточиться, ухудшению памяти или внимания. Также часто наблюдается склонность к отекам, к набору веса, к запорам. Наблюдается появление припухлости передней поверхности шеи, в частности за счет увлечения щитовидной железы. Также наблюдается задержка полового созревания. Со временем это приводит к возникновению серьезных и опасных эндокринных патологий. И самый распространенный из них это эндомический зуб. Для детей гипотириоз является более опасным состоянием, чем для взрослых, так как именно в детстве происходит рост, половое созревание и развитие нервной системы в целом и интеллекта в частности. Однако заболевания, вызванные дефицитом йода, можно эффективно предупредить. Само название йода с дефицитом заболеваний говорит о том, что их можно предотвратить употреблением достаточного количества йода. Отдавать предпочтение йодированной соли. Это самый дешевый способ, но не самый полезный, так как потребление соли необходимо ограничивать, особенно людям с повышенным артериальным давлением или же заболеваниями почек. Йодированная соль – вещь капризная. Ее нужно хранить и использовать определенным образом. Чтобы йод не улетучился, а чудо-соль не превратилось в обычную, не нужно пересыпать йодированную соль в солонке или в открытой емкости. Ее необходимо хранить плотно, закрытой, свето-непроницаемой склянки или коротки. И необходимо помнить, что не нужно добавлять соль во время варки, а только когда пища уже готова. Если в вашем семейном рационе питания постоянно присутствуют морепродукты, которые априори богаты йодом, то беспокоиться о добавке йода в виде аптечного препарата нет нужды. Однако чемпионом по йоду справедливо считается саморская, экзотическая для нас ягода – фейхуа, которую можно найти на прилавках нашего города. Кроме того, йод содержится в таких продуктах, как морская капуста, хурма, грецкий орех, печень трески и даже в картофеле и чесноке. Необходимо помнить, что йод не относится к тем веществам, которых чем больше съел, тем лучше для организма. Избыток йода в организме вызывает не только отравление, но и провоцирует такое тяжелое состояние, как тиреотоксикоз, то есть избыток гормонов щитовидной железы, и может приводить к серьезным осложнениям со стороны как сердечно-сосудистой системы, так и со стороны надпочечников. Суточная норма употребления йода, согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, зависит от возраста. Так, для детей в возрасте до 2 лет норма составляет 90 микрограмм в сутки. Для детей старше 2 лет суточная норма 100-150 микрограмм. Суточная норма для взрослых 150-200 микрограмм. Для беременных женщин и кормящих матерей 250 микрограмм. Плюсы аптечных препаратов на основе кальюэдида, как и целых витаминно-минеральных комплексов в том, что в них уже выверена суточная доза, и вам не нужно ломать голову, достаточно ли вы или ваш ребенок сегодня съел продуктов, которые уже содержат йод. Однако, необходимо знать, что существуют противопоказания для приема препаратов кальюэдида, даже в профилактических дозах. Это диффузно-токсический сок и аутоиммунный тиреоидид. Поэтому, прежде чем идти в аптеку, проконсультируйтесь у участкового врача или эндокринолога, имеется ли в организме нехватка йода. И в заключении хочется подчеркнуть, что по статистике Россия занимает третье место среди 19 стран с недостаточным потреблением йода среди населения, и в своем составе не имеет территорий, свободных от йодного дефицита. Недостаток йода в организме ребенка может в конечном итоге определить всю последующую жизнь человека. И необходимо помнить, что на протяжении всей жизни нам постоянно необходима регулярная поставка йода в организм. Только в этом случае наша щитовидная железа будет нормально функционировать, обеспечивая и защиту, и работу гормональной системы. Вот многие считают, раз не хватает йода, в разных ситуациях, например, где-то произошел радиационный выброс, тучи прошла с радиодождем, ну и так далее. И люди бегут в аптеку, покупают самый обычный йод, которым мы ранки дезинфицируем, растворяют этот йод в воде, ну я там, не знаю, на стакан, каплю или две, и пьют этот йод. Вот скажите, таким образом можно йод употреблять? В подобных ситуациях ни в коем случае нельзя употреблять йод. Необходимо обязательно проконсультироваться у участкового врача или эндокринолога, если в организме нехватка йода. А что касается йода для наружного применения, действительно практически не существует вирусов или бактерий, которые были бы способны выжать в растворе йода. Но йодом обрабатывают мелкие всадебные царапины, а также края более серьезных ран. Однако не следует прижигать раствором йода саму рану. Это сильно затормозит процесс заживления. И уж тем более такой йод, даже если сам человек его разводит в домашних условиях, не рекомендуется и даже противопоказан в употреблении внутрь. То есть категорически запрещено пить йод, которым мы обрабатываем раны. А вот тут нас путает название. И йод в аптеке для ран, и йод в продуктах. А вообще сам-то йод один и тот же, и тот, которым мы мажем раны, и тот, который в продуктах есть. Да, йод один и тот же, но концентрация разная. Если взять для наружного применения, то здесь даже есть ограничения по возрасту. Мы не рекомендуем его детям младше 5 лет. А детям младше 2 лет он и вовсе противопоказан. Так как он может сильно затормозить процесс заживления и даже вызвать аллергическую реакцию. Серьезное раздражение кожи. То есть мы говорим сейчас о наружном применении. Если у ребенка до 2 лет ранка, даже не следует йодом ее обрабатывать. Противопоказан. Уж не говоря об употреблении внутрь. Да. Елена Денисова, врач по профилактике регионального центра общественного здоровья, рассказала про йод в продуктах питания. Какая-то нынче осень неприветливая. С первого дня после невыносимо жаркого лета заставила нас ежиться от непривычно холодной погоды. Говорят, когда осень приходит, ветер чувства куда-то уносит. Замирает тревожное сердце в ожидании зимы холодов. Только мы исключение исправил. И про время с тобой забываем. И как будто на крыльях летаем. Над земной суетой городов. Эти стихи, а затем и музыку, в 2006 году написал Сергей Ковальский. Первое исполнение песни принадлежит Валентине Толкуновой. Песня красивая, но почему-то не такая популярная, как другие песни про осень. На протяжении всей творческой карьеры Сергей Ковальский сотрудничал с множеством артистов отечественного шоу-бизнеса, как композитор и поэт. Его песни исполняют Лариса Долина, Лолита Милявская, Лайма Вайкули, Сергей Пенкин, Александр Рева, Филипп Киркоров, сопрано турецкого, хор турецкого, Сергей Волчков. Особый случай свел композитора с Валентиной Толкуновой в 2009 году, в результате которой в репертуаре артистки появились четыре песни Сергея Ковальского, вошедшие в сборник золотых хитов певицы. Вот и все. Эту передачу подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. Будьте здоровы. До свидания. Говорят, когда осень приходит, ветер чувства куда-то уносит, замирает тревожное сердце в ожидании зимы холодов. Только мы исключение исправим, И про время с тобой забывая. Мы как будто на крыльях летаем Над земной и святой городом. Осень, золотая пора, Океан бездонного неба. Для того, кто здесь еще не был, Я скажу прекрасно, она. Осень — это солнце в окно, Что любое сердце согреет. Кто в любовь по-прежнему верит, Осенью поценит тепло. Здесь мы все перелетные птицы, И на осень не стоит брониться. Не жалеет она своих красок, Чтобы нас каждый день восхищать. Вспоминая про жаркое лето, Что осталось лишь в памяти где-то. Надо помнить о том, что с годами Может только любовь расцветать. Осень — золотая пора, Океан бездонного неба. Для того, кто здесь еще не был, Я скажу прекрасно, она. Осень — это солнце в окно, Что любое сердце согреет. Кто в любовь по-прежнему верит, Осенью оценит тепло. Говорят, осень кружит ветрами, Хмырит дров и плачет дождями. Только я это не замечаю, Рада каждому светлому дню. Мы с тобой красивая пара, Осень нас повенчала недаром. Затерявшись среди листопада, Словно в юности скажем «люблю». Осень — золотая пора, Океан бездонного неба. Для того, кто здесь еще не был, Я скажу прекрасно, она. Осень — это солнце в окно, Что любое сердце согреет. Кто в любовь по-прежнему верит, Осенью оценит тепло. Кто в любовь по-прежнему верит, Осенью оценит тепло. Кто в любовь по-прежнему верит, Осенью оценит тепло. Подводим генда, Словно в план тисне, Осенью оценит тепло. Осенью оценит тепло.